В первую очередь для меня важно Привести себя в порядок После всего этого года Бесконечного карантина Потому что не сходить в зал Не дома заниматься лень Честно говоря Поэтому здесь хоть есть какая-то нагрузка Ты записался Другие люди рассчитывают на то, что ты придешь У тебя меньше вариантов сочковать Приходишь, занимаешься У меня прекрасный пример Это, наверное, мой отец Касательно того, как можно Везде поспеть Я являюсь членом многодетной семьи Спасибо родителям И отец у меня, он с самого детства Хоть занимался спортом С него сейчас можно статуи делать 100 килограмм мышц Мне было стыдно ходить в зал рядом с ним Потому что он делает Он разминается с весами больше, чем я делаю на максимум Поэтому Такая вот ситуация у меня Тем не менее Как раз нахождение вот этого баланса в жизни Чтобы поспевать в карьере, в семье А также и не забывать следить собой Это самая важная цель в жизни Чтобы найти золотую середину И придерживаться Я переехала в Нью-Йорк Когда мне было 15 лет Я начала заниматься модельным бизнесом И у меня было там агентство Прекрасное агентство А в Америке, конечно, за своим питанием У меня следить не получалось Потому что у меня был абсолютно сумасшедший образ жизни То есть я постоянно бегала по кастингам У меня были шоу Я ездила, путешествовала по Европе, по Азии И адаптироваться к какой-то еде у меня не получалось Поэтому я могла где-то какой-то сэндвич, например, перекусить Или чизбургер съесть Или еще что-то Так же, как, в принципе, и все, кто живет в Америке Есть же большая проблема В Америке существует проблема Лишнего бедства у людей И с этим, к сожалению, борются Но не так успешно Поэтому даже с активностью, естественно, проблема Никто особо там спортом Но сейчас уже более активно занимается Все-таки ЗОЖ, там все дела И это уже входит в моду Но все равно большинство американцев, конечно Они, конечно же, страдают лишним весом Из-за этого, естественно, у них начинаются проблемы со здоровьем Вплоть до сахарного диабета Все, что связано с здоровым образом жизни Большинство американцев просто неизвестно Мне это было неизвестно Ну, то есть мне пришлось прочитать очень много литературы И поговорить с людьми, которые прекрасно понимают С профессионалами Обсудить эти вещи Чтобы понять, что я неправильно питаюсь И что рано или поздно, даже несмотря на свою генетику Даже несмотря на то, что у меня родители худые были Я начну набирать вес У меня начнутся проблемы со здоровьем Я не очень люблю спортзал Мне становится там скучно И на меня как-то очень странно Все смотрят Я вроде такой дрыж пришел В спортивный зал Я пыталась, но после пяти или семи занятий Я не увидела абсолютно никакого эффекта В плане набора мышечной массы Понятное дело, что я не пыталась похудеть Ну, то есть это было очень странно Но женщины, конечно, и мужчины так посматривали на меня с недоверием Мне оказалось, что они смотрят на меня, как будто я сумасшедшая А есть человек сам очень стеснительный по жизни И мне стало очень комфортно в какой-то момент Я поняла, что мне нужно искать что-то другое И вот, собственно, я занимаюсь йогой Но я занимаюсь дома йогой сама А конным спортом я занимаюсь продари И это абсолютно осознанный выбор И это помогает мне держать себя в форме Не только физически причем, но и психологически Расскажите, пожалуйста, как строится ваш день Какие есть занятия, которые, допустим, занимают часть времени И вы не можете это каким-то образом прервать, разорвать Есть ли какие-то такие мероприятия в течение дня, которые требуют безотрывного рабочего процесса? К сожалению, к сожалению, такое есть Я сейчас учусь Это непосредственно то, что как раз фиксировано по времени И, как назло, это с половины седьмого по половину десятого вечера Это вечернее время? Да-да-да Так что вот именно ужин у меня получается Нужно либо пораньше поесть, либо поесть уже позже Что получается уже часов в десять Может быть, даже к одиннадцати в зависимости от того, что я готовлю Это действительно проблема Приходится как-то что-то с этим придумывать А сон во сколько? В зависимости от того, нужно что-то сделать, не нужно что-то сделать Могу лечь и в двенадцать Бывает там и до двух ночи Бывает пораньше лягу, часов в одиннадцать Но это уже изряд вон выходящее У меня такой проблемы нет У меня достаточно свободный плавающий график Работаю я из дома Ем тогда, когда захочу Нет ли обратной стороны медали, когда вы находитесь дома? Постоянный доступ к холодильнику И чрезмерные к нему походы Такое регулярное желание заглянуть вовнутрь Есть, да? Да, особенно к вечеру Что обычно из холодильника попадает к вам на тарелку? В основном я стараюсь что-то приготовить дома Быстро Паста, рыба К сожалению, я употребляю много углеводов, как мне кажется И хотелось бы снизить Углеводы, углеводам рознь, да? А есть ли в вашем рационе печеньки, шоколадки, булочки, конфетки, пироженки, тортики? Я сладкое не очень люблю Но иногда могу съесть кусочек тортика Или шоколадку, но очень редко Вне зависимости от того, что мы с вами хотим снижать вес или не хотим снижать вес В вашем случае мы не хотим его снижать Мы хотим составить все как есть, но просто изменить свои пищевые привычки Мы должны четко понимать, что мы должны беспокоиться и заботиться о своем здоровье И большие интервалы между приемами пищи, они недопустимы ни в какой ситуации Ни для какой группы категории длится И мы должны с вами четко понимать, что интервалы между приемами пищи должны быть не менее двух часов Но не более четырех часов Условно, два часа нам необходимы для того, чтобы переварить все то, что мы с вами съели в предыдущий прием пищи Четыре часа нам необходимы по двум причинам Первая причина – это чувство голода, само собой Когда мы с вами очень долго не едим, когда мы с вами забываем или не чувствуем голод Мы можем быть чем-то заняты, мы можем быть увлечены каким-то рабочим процессом Мы не ощущаем чувство голода, потому что весь фокус нашего внимания направлен на то, что мы делаем Но при этом мы тратим энергию, при этом мы с вами ведем какую-то активность Интеллектуальная, физическая, неважно какая Это все затрачивает энергию И для того, чтобы дать в ответ на затраты, нам необходимо с вами поесть Можно погодить? Можно, конечно Вы решили разнообразить свои тренировки, включить в них конный фитнес Конный фитнес, верно Игорь, вообще впервые вы пришли к этому же Вы решили заменить на что-то, я имею в виду что-то на конный фитнес Или вы уже тренируетесь и параллельно хотите тоже поучаствовать в проекте? Я скорее начинаю с нуля Нет, я не имею в виду верховая езда, я имею в виду другой какой-то спорт Присутствует у вас в жизни? Я ходил в зал с переменным успехом Нужно что-то какое-то более... А тут вы хотите постоянно вот прям заняться Здорово С Инной мы уже знакомы У меня есть некоторый опыт в этом деле Я хотела бы пару вопросов задать Чем, собственно, будет отличаться обычное занятие верховой ездой Либо там конный спорт, таким каким мы его знаем Да, от фитнеса Ну, то есть, как будет выглядеть урок В чем будет заключаться, так скажем, работа Кроме обычных групп мышц и связок Которые мы задействуем при верховой езде Помимо этого, тут задействовано все Это комплексная тренировка А основная нагрузка на какую часть тела идет? На все части тела На все части тела Да, здесь вот очень гармоничная нагрузка В чем, собственно, и преимущество пилатеса Особенно пилатеса на лошади Потому что здесь от лошади еще идут вот эти импульсы Они уникальны совершенно Поскольку даже детский церебральный паралич Излечивается посредством, да, ипотерапии Тут очень все серьезно, да И для поддержания как раз в тонусе мышц В форме себя, да, в постоянной Если мы хотим вот соответствовать Если нам нравится свое тело И мы хотим дальше это все поддерживать То без вреда для здоровья Без нагрузки, без компрессии на позвоночник Без каких-либо особых усилий Как ни странно Мы можем вот оставаться молодыми, красивыми, здоровыми Как здорово Очень долго, да У меня, например, есть некоторый опыт о верховой езде А у Игоря вообще практически нет Ну, то есть он будет начинать с нуля Если ему страшно, как вот бороться с этим страхом? Это совершенно не имеет значения Тут, во-первых, как? Во-первых, у нас занятия проходят всегда Лошадь тренер держит Или на корде, или за повод Потому что тут мы работаем без рук Да, мы руками повод, руки мы не берем Потому что у нас задействовано Я говорю, все тело Поэтому здесь никакого страха точно не будет Опасности никакой в этом нет Совершенно Так что вы можете не переживать И нагрузка подбирается еще строго индивидуально Нет никакой программы упражнений Например, я вот вам дала Мы делаем вот это, вот это, вот это Строго, четко действие упражнений То есть вы сразу видите, в чем человек нуждается На разминке мы сразу определяем На первом занятии, может, на это чуть-чуть уйдет больше времени Но дальше мы уже будем действовать по индивидуальной программе А насколько вот, если, предположим, брать какое-то определенное количество времени, месяц Насколько можно похудеть? Вот если заниматься, например, два раза в неделю Вы знаете, все зависит от сопутствующих заболеваний Есть ли у человека сопутствующих заболеваний Проблемы с сахаром, да, во-первых Скачки артериального давления Мы не можем дать сильную нагрузку Человеку, у которого, да, пока мы не нормализуем Опять же, пульс Пока мы не будем контролировать сахар Мы не будем знать Кстати, между прочим, сахарный диабет Тоже лечится практически Вот люди переходят с уколов на таблетки В моей практике этого очень много Да, таких вот моментов Почему? Потому что тут Помимо физической нагрузки Еще баланс внутренний Самого с собой человека Когда он учится управлять таким большим и сильным животным Который в разы его тяжелее, сильнее У него появляется уверенность в себе И спокойствие Вот эта гармония внутренняя Она очень много дает нам И она излечивает много болезней С применением медикаментозных каких-то средств Субтитры создавал DimaTorzok